Мир вам, дорогие зрители, дорогие друзья, партнёры служения «Импакт». Получая ваши письма, в которых вы делитесь вашими радостями и скорбями, я подметил характерную деталь практически в каждом из них. Все они оканчиваются словами «Мы молимся о вас, служителей «Импакт» и благословляем вас на обильный плод для Царства Божьего». Но наряду с радостями, многие из вас, друзья мои, делитесь со мной также вашими скорбями. И моё краткое слово «Утешение» именно к вам. Мы любим слышать яркие свидетельства на пути других людей, но немногие из нас радуются испытаниям или искушениям на нашем собственном пути. Мы желаем больших побед, но не так много из нас желают быть в сражении за эти победы. Многие из нас хотят видеть четвёртую личность в огненных печах или в огненной печи, но немногие из нас готовы к тому, чтобы быть брошенным в эту печь. Многие из нас делятся о том, как Бог освободил от львинного рва. Но не так много из людей готовы быть к тому, чтобы быть или оказаться в этом рву со львами. Мы никогда не возрастём сильными в вере в солнечных или безоблачных днях. В основном в сильном шторме и в бурном ветре вырабатывается и укрепляется наша вера и доверие Богу нашему. Именно в нём, то есть в шторме и в ветре, однажды Иисус Христос попросил проявить свою веру ученикам. «Где вера ваша?» Как-то меня пригласили посетить знаменитый парк из вековых деревьев в штате Калифорния. И глядя на высоту и величие деревьев, восхищаясь многовековой историей этого парка, внезапно я получил ясность о том, что долговечность и стойкость их сокрыты глубоко в земле. И именно в том, что называется корнями. Почему же корни этих лиственниц стремятся всё глубже и глубже среди камней? Явно нет приятного бриза из Тихого океана или нежно светящегося солнца тёплым калифорнийским июльским днём. Ответ лежит именно в бурном порывистом ветре и ураганном шторме. Бог научил своё творение секрету выносливости и стойкости в понимании и важности углубления и укоренения как можно глубже и глубже и глубже. В этом есть урок для каждого из нас, дорогие мои. Ни одна страна в мире не готовит своих солдат для защиты или сражения, держа их в казармах или по домам. Так же и храбрости морякам или моряков не учатся в маленьких шлюпках на мелководье или на озере, на маленькой речке. Мореплаватели учатся бесстрашию в ураганном океане. Так же и нас с вами, дорогие христиане. Апостол Павел говорит, поскорбевши от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. И там он дальше говорит. И ниже он говорит, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Если наша вера подвержена испытаниям, друзья мои, это не на смерть и не к смерти. Это ко благу. Она подвергается испытаниям тогда, когда дети не желают служить Господу. Или тогда, когда мы потеряли работу и не можем найти другую. Мы подвержены испытаниям, когда наши близкие болеют свирепствующим, к сожалению, вокруг вирусом. Тогда, когда развалилась семья. И то ли он, то ли она, глядя на черепки разбитого кувшина, задают Господу тысячу вопросов. Почему это произошло? Кто-то по приезду в Америку не может найти хорошую церковь. На протяжении долгого времени. И вы в глубокой депрессии, в отчаянии. В недалеком прошлом ко мне обращались к такими проблемами целый ряд семей из различных штатов Америки. Консультировая одних, я сопереживал по телефону с другими из вас. В меру своих способностей давал советы третьим. Но оканчивая, я свой зачастую продолжительный разговор практически неизменно. Держись, Господа, даже через свое «не могу» и через свое «ох, как тяжело». Господь не оставил и не покинул тебя. Укрепляйся Господом. И да не ослабевает вера твоя, а тебе молится и тебя поддерживает. Ты не один и вы не одни. Бог да укрепи и сделай твою веру непоколебимой. Будьте благословены.